Пока большинство гродницев, окончательно распрощавшись с новогодними праздниками, окунулись в рабочую рутину, те, у кого трудовой путь позади и кто теперь находится на заслуженном отдыхе, продолжают праздновать. В Гродненском городском доме ветеранов любят устраивать праздники, благо у таких активных, непозитивных людей, как постояльцы дома ветеранов, недостатка в поводах не бывает. Так, первым мероприятием в 2019 году здесь стал совмещенный праздник. Отмечали столетие основания БССР и Старый Новый год. По случаю первой даты было вручено 15 медалей, 100 лет Коммунистической партии Белоруссии активистам ветеранского движения. Каждый из них в прошлом человек с позицией и принципами. Большинство из них прошли войну и отметились своими жизнями в самых ярких и жестких страницах тех дней, а после возрождали к жизни страну, разрушенную войной. Их имена сегодня на устах у многих молодых гродницев, и они по сей день являются примером для подражания в своей стойкости духа и неугасимом оптимизме. И кроме того, они с радостью общаются с современной молодежью и неизменно находят ее своими достойными преемниками. Мы уже в преклонном возрасте, я понимаю, что уже мы уходим, но знаем крепко, что у нас очень хорошая замена и надежная, самое главное. Я больше чем уверена, что вся молодежь будет так же защищать свою страну, как защищали мы в свое время. Праздник получился душевным, потому что эти люди старой закалки все привыкли делать от души и с полной отдачей. Дружной силой коллективов организовали концертную программу. Редкий гость на этом празднике не поет или не танцует. Воспитанные в лучших традициях белорусской хлебосольности, опытные хозяйки накрыли столы, чтобы дружная компания людей элегантного возраста посидела в неформальной праздничной обстановке. Республика Беларусь построена вот этими руками. Руками тех, кто у нас сегодня здесь будет присутствовать. И это для каждого в сердце оставило неизгладимое впечатление. Поэтому для нас это важно, что нынешнее поколение, молодежь тоже отмечает этот праздник. И пускай учатся у нас, как надо проводить праздники. Редактор субтитров А.Семкин